Такого отклика на чужое горе Иванова не видела давно. Горожане несут гуманитарную помощь беженцам в региональном отделении организации «Красный крест». Сбор ведется с начала недели. В четверг вещи принимают с утра и до самого вечера. Хлам, старые и грязные вещи здесь не берут. Хорошей одежды столько, что ее не успевают разбирать. Судя по залежам гуманитарной помощи, милосердия ивановцам не занимать. Люди готовы делиться всем, даже жильем. Многие люди приходят предлагать жилье. Вот, например, женщина пришла сегодня до вас. Сказала, что в Ермолину у нее есть два дома, и она могла бы расселить несколько семей. Женщина, которая сегодня же приходила, видите, в один день сколько всего, сказала, что у нее есть однокомнатная квартира, и она может поселить семью с детьми. Человека четыре. И у нас такие есть. Роман привез пакеты с одеждой и новой обувью. Говорит, что не может остаться в стороне от такой беды. Ну там все вместе, на самом деле, сборная солянка, и мужская, и женская, и детская. Все, что можем. И, наверное, еще не раз приедем сюда. Считаю, что это гражданский долг. Не только я, но еще мои друзья и многие знакомые также активно поддерживают и готовы оказать всевозможную помощь для пострадавших людей. И на будущее, думаю, что каждый многое готов сделать для того, чтобы эти люди не страдали и были ни в чем, так сказать, не ущемлены. Этой гуманитарной помощью смогут воспользоваться и те 75 человек, которые прилетели организованно в Ивановскую область во вторник, и те, кто приехали самостоятельно. Последним сейчас приходится куда тяжелее. Они живут у родственников, и денег у них совсем мало. Только в Красный Крест таких беженцев обращалось около 40 человек. Они в чужой стране, без документов, средств и собственного крова над головой. Деньги нужны людям. Во-первых, тем людям, которые уже живут у родственников какое-то время и, говоря простым языком, объедают. Им самим уже неудобно. Говорят, ну, хоть какую-то лепту они должны нести. У людей деньги, грубо говоря, уже кончаются. Плюс надо проходить процедуры, связанные с регистрацией. Это тоже требует денег. За то, что деньги дойдут до адресата, переживать не стоит. Все пожертвования фиксируют, ведомости выкладывают в интернет. Отметим, что средства, кроме всего прочего, нужны еще на продовольствие и медикаменты. Их Красный Крест не имеет права принимать у населения.